Комиссия провела проверку готовности жилых домов и объектов социальной сферы. Школы, детские сады, больницы и поликлиники подготовлены на 99% к осенне-зимнему сезону. Акты готовности сданы комиссии. Что касается жилого фонда, то тут ситуация иная. Промывка и опрессовка отопительной системы домов во всех четырех районах Сочи закончена на 89%, а приемка тепловых узлов только на 39%. Все технические замечания были устранены. Остались замечания, в основном связанные с либо отсутствием, либо неработоспособностью приборов учета тепловой энергии. Основные претензии к управляющим компаниям, которые вовремя не подготовили дома. Тем не менее, плата жильцов за содержание берется постоянно. А время идет, сроки уже поджимают. К 15 ноября система отопления в многоэтажках должна быть идеальной, требует мэр Сочи. Мы вынуждены были сегодня уже разговор вести с этими управляющими компаниями с позиции того, что вы нарушаете закон. Мы видим, что некоторые управляющие компании вообще мошеннические действия совершают. И мы привлекли к этой работе уже и ОБЭП, ОВД города, для того, чтобы они провели полную проверку этих управляющих компаний, провели, сколько денег они собрали с населения и какие работы выполнены. Тепловая инспекция выявила нарушения у 11 управляющих компаний. Информация направлена в прокуратуру. Нерадивым управленцам грозят большие штрафы из-за нарушений лицензионного соглашения. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.